Денег столько на карте, если честно, нет. Денег столько на карте просто не будет. Ну, все-таки морфинг, да. Два лос-пика, кстати, прочитал, прикольно. Честно скажу, ну, лейт, понятно, сверху круче, но я видел, как Маус в этот лейт вчера не пустили Азур-Рей. Может быть, Азур-Рей сейчас не такая классная команда, как ББ, но я вижу, как нижний драфт там за полчаса заканчивает. Я думаю... Ну и нападение здесь на Торонто-Токио сразу, но... У меня все, кроме одной, такие были карты. Одна была на 90 минут, и у нас здесь драка с Лордар. Умирает, Дум умирает тоже. Нет, Дум при этом не умирает. Ну, нет, ладно, добрали, добрали, но Нарван Шапнель сейчас получит, просто сгорит. И Маус! Дум, как бы вы себе этим очень сильно усложнили Early Game. Да, не уйдет нас Бенган. Тут Стан, тут Найтфолл, как бы, конечно, прячет, но это же лишь фикция. Стоит, кайфует и переденаивает, конечно, Томпларку прилично. Так, на топе есть фраг. Приняли Леона. Там ЦК может погибнуть в ответ. Горит земля вокруг Дума. Никто никого не перефармливает. Разница там в 30 золота. Ерунда. И получается так, что сейчас ведут по экономике ББ только за счет... Огромные Мираны. Ой, хорош. Нарман. Ну, одна еще в запасе. Пилниет. Стану нужна помощь. Здесь какая-то... Герой Маусу. Да, снайпера все-таки убивают в центре. Погибает еще и шедоу-темон здесь. Бенган. Здесь без шансов. Шедоу-демон минус. Обязательно кто-то стоит на топе. А ББ продолжает атаковать и душить именно это направление. Сабвард поставил. Торм-то Токио. Ой, Форс-то нашли. Ну и Форс здесь вообще не жилец без вариантов. Втроем его затыкают легко и просто. Хотя... Ну и Стан отличный. Да ладно вам! Хватит ли урона в этот раз? Ну, у Сейба есть палец. Но в этот раз должно точно хватить нападение на Форс. Стан стрела. Все прекрасно. Сверху кекс и палец. И еще один фраг для Таранда Токио. Сейчас Йелниты найдут такими тампами. Ну, тут варды на самом-то деле не успевают разложить ультимейт. Стрела сверху. Дум не жалеет Миро. Ну и хукшот от Нормана. Но это скорее фикция. Да, на самом-то деле какой-то индициатор получается неплохая. Приходит еще Суприм. Думаю-то вы заберете. Ну вот, конечно, хоть какая-то перетяжка под действие ББ. Было бы странно, если бы его там опять поймали. Может, наоборот, самим куда-то выйти. Конечно, не убивало там ланая снайперов соло. Там вышка недалеко. Она стоит. Был телепорт. Так, будет нападение на Сейва. Судя по всему, там Флорасасин сейчас прыгнет. Вместе со Слордаром. Сейв погибнет. Ну вот хотя бы что-то. Может быть, и Тавр удастся поковырять. Хотя ББ, если очень захотят, могут даже посощищать эту вышку. Сейчас отказываются от этих билдов, которые позволяют чуть быстрее фармить. Блинк мастхев. Он тут еще и игру должен своей командой строить Миро. Много получает дамеджа. Но здесь втроем. Долго били. Достаточно долго. А теперь еще и Шива у него будет. Вот тут в четвером на него напали на самом-то деле. Так что... Тогда... Ну и удивительно, что его забрали. Но в четвером забирать одного единственного персонажа. Если бы вы дальше еще пошли, возможно, что-то сделали, было бы хорошо. Ой-ой-ой-ой, так локверки, куда? И стриг еще Найтфолло. Ну и вот под такой пик уже можно и пойти. Шард на снайпере появился. Вот так вот быстро ГПК все его приобретают. По крайней мере, вчерашние снайперы, которых мы видели, вообще наличие шарда игнорировали. Что, мне кажется, очень сильно зря. Локверка, оба саппорта под угрозой. По всему... Да, это точно минус. Про атаку, да, артефакт. Ой, где уже ловят? Что-то у демон сейвит. Пусть, слушай, подцейвили. Стрелумеран получил задорчить. Хорошая контранициация. Порс. Сразу же свой блинк реализовывает и продолжает нападение торм-то оттоги. На самом деле, надо пробовать разводить. Ну, а тут Мейро, тут Мейро с Шивой просто заходит. Порса просто сдувают, сгревают, прилетают, порчат. И можно все-таки попытаться что-то сделать. Дум по-прежнему на руках. У Дума, как бы это странно, это статологично не звучало. Найтфол продолжает действие. Дум все-таки отдается в Ланайо. Мейро идет до последнего, до победного. И нужно уже бежать. Нужно бежать, нужно отступать. Да, но в целом, как будто бы и ожидаемо. Но, слушай, ГПК видит на варде. ГПК могут напасть и убить. Отличная инициация. ГПК очень больно. И спасти ты его нечем. Суприм. Еще один килл. Мейро в позицию. Найтфол сразу прилетает. Торонто, Токио видит. Сдули Бенгана. И, как бы, размен, конечно, более чем устраивает Маус. Но, хороший вар. Хороший вар. Не побоялись, напали. И, единственное, конечно, если бы ГПК здесь был не один, все же было бы все потяжелее. Но Найтфол успевает нажать манту. Получает хукшот. Слишком много контроля на Найтфол сейчас. Хотя пробить все же его слишком тяжко. Но под минус армором, с учетом того, что он весь армор все перекачал, задача не и сложна. И вновь два хороших пиков. И вновь два хороших пиков от Маус. Но вновь, вновь ПБ дерутся не в пиков. Станы и нет. Мне кажется, это такое число. Ты здесь ему точно не нужны. Надо продолжать идти. Просто. Билд инициатор. Утилити персонажа. Так. Будет драка у нас. Ой, да стрелу напрыгну! Стрелу напрыгну! Ой, цк! Ой, униц! Прямо... Учился у лучших в этом вопросе, можно сказать, смело. Форс. Пытает отступить, но не по шансам. Странно. Странно двигаются. На одно хорошее действие. Два-три плохих. Разница такая получается. Плорассасин соегисом. Он бьет два раза за секунду. И остальные не успеют. Лучше двигаются ББ. Намного лучше. Но ББ в этом плане огромные молодцы. На самом-то деле, действительно, их очень расстраивает текущая ситуация. Что где-то они файты принимают не лучшим образом. И просто стакаются пятером и нападают. Но, к слову, нападение ответное. Но вновь прыжок не лучший. Дума-то не пробить. У него шива. Приходится в миру сжать огромное количество кнопок. Дума он все же откидывает. Но, мне кажется, Дум здесь был оверкил. Действительный исход, скорее всего, уже предрешен. Вряд ли получится у Маус прям целиком и полностью отыграться. Хотя, никогда не говори никогда. Форс. Бежал просто в трех оппонентов. И был таков. Опять. Ну, Форс. Что ты здесь делаешь один? Делать. Можно, конечно, подождать. Как-то, Мланай снизу убили. Ну да, надо идти заканчивать. Драфт-то как раз очень убивающий у Маус. Но так отвратительно early game провели. О, Даронто! Ну, а Форс пошел, БКБ нажал. Билни-то убивает. Нормана убивает. Минус три. Можно сдаваться, я думаю. Это будет абсолютно не зазорно в этой ситуации. Вон, мы видим, как уже Nightfall пишет. Прон, ребят. Он рисует на мини-карте. Говорит, все, ребята, идем заканчивать. Порсим где-то на байбеке. Заканчиваем игру. В общем-то, ребята поиграли. И на этом хватит. Ну, сдаются Маус. В целом, ожидаемая история. Конечно, предполагали. Ну, тут на классе. Чуть подольше подзадержат нас на данной карте. Но, действительно, переехали на классе и были таковы. Ну, только так. Вначале поковырять ДК. А дальше-то что делать? Ну. Здесь все-таки. К простому пути пошли. По метовому. Так, в этот раз Маус не наступает на те же грабли. Не идут три фрага дарить. Спасибо им и на этом. Хочется сказать, немножечко упростили они себе жизнь этим самым. Спокойно просто разобрали по две руны. Снизу. Миро. Ну, под хилом, конечно, здесь его пробивают. ФБ для Свена. Но. Сейф находит ответный фраг. Неплохо, на самом-то деле. Хотя бы такой размен. Но, как мы видим, райлайн, Свен. И Вич-Доктор пока работает. Ой-ой-ой. Клокерк. Догнать? Нет. Все-таки отпускает. Хотя маны, конечно, на батарейки бы накапали. Можно будет нападать хоть на пугну, хоть на думы. Спокойно забирать их. Тем временем морфа получилось убить. Где-то ошибся. А, ну, все еще вейформа, нет? Третий левел у морфлинга. Нарксир погибает в топе. А Тарон-то его просто талировал. Все, он просто зашел, нажал батарейки, ходил, побегал за ним. И вот так, да. И вот так нападают, и в когах. Тут, кстати, кто кого перебьет. Ну-ка. Минус флокверк. Найтфол сражается. Один в два. Нет, под двумя счетами тяжко. Немиро, на, боти погиб под шумок от Маледикта. Минус еще и Торонто-Токио, и даже какой-никакой прим. С таким успехом можно было через Мидас сыграть. Найтфол, здорово. Упасный килл. Маледикт там в единичку каски, по-моему, сейчас в Макс у него взятая. Но то, что такая вот-то есть. Хорошая инициация, Норман. Здесь мы очень больно закрыли в коге. И вот так просто добрались с него стрик. Хороший ответ на действие от БВ. Какая-то атака будет. Суприм уже в позиции. Норман тоже рядом. Торонто-Токио постараются не отпустить. Нужно трек-килл просто делать. Маледикт. Хаски. И вот так, да. Торонто сейчас отъедет. Он пытается там за счет стиков. Но там хотя бы... соперник был. Равного уровня примерно. Я вчера видел игру G2 IG. Которые за 40 минут сделали 4 фрага. Дум, как мы знаем, по фарму чемпион. Но не одним лишь думаем. Но мы рады. Сейв. Ну тут не успевает просто на самом деле. Накинуть на себя декреб. Да, декреб ему не то, чтобы здесь помог. Не пойдет. Мера. Стан получил. Маледикт. Ну там все сразу по нему прилетело. Нужно убивать как можно быстрее. Котор от атака. Адраксир. Здорово. Стена стоит. И урон Вич Доктор огромный наносит. Дум там умрет. Норман. Раскидывает треки. Торонто-Токио. И нужно просто кидать тосы, тосы, тосы. Ульты Зевса. Тосы. Ульты Зевса. 2 в 2. Пока что размин. Сороны. Ну, БП, понятное дело, еще нужно набрать синтетическую массу. Но в нападение. Илнит. Просто нажал культимейт, дал две пички и убежал. Грамотно у нас здесь драка продолжается. Мера очень битый. Просто разворачивается, избивают Дараксир и Дараксир погибает. Ну, хотя бы ДК забрать. Хоть кого-то забрать. ДК. Маледикт висит. Ну, по-моему, не хватает демеджей. И вот он, пугно, который просто выхили этот урон. Сильно. Это надо, чтобы... Тут ли ему пока вставать еще палку? Чтобы Торонто продолжал стоять в своем лесу и с ультом не прыгал. Так, здесь есть, и перехватильный провал. Провал для Маус. Они теряют основного демедж-дилера. Из-за игры. Ну, пак, 19 даже. Но вот оно нападение. Ой, Мера успевает водоставить. Раскатовывает Doom. И все, нужно бежать. Отличный урыв от Торото Токио. Просто ВД оказывается в центре файта. Не может поставить свою палку. Ставит, конечно, поздновато. Но все же поставил. Все просто из него выбегаются. Потому что нет никакого контроля. Пытается убежать Форс. Но ГПК его не отпускает. Находит у нас еще и Бенгена. И как бы, в общем-то, и все. Тут уже можно и всю сотку давать. ГПК. Ой, как неприятно прыгает Каска. Но Торонто Токио в любом случае помогает. И очередной легкий фраг. Надо ждать. Находит Вард. Вард сломает Nightfall. Вард, конечно, деколтненький довольно. ГПК раскладывает форму. Но Вижена пока особо нет. Прыгает веклайн. Doom сразу же. Заткнули быстро Форса. Форс моментальный. Ишибай отличный вард. Но, к сожалению, Торонто Токио вносит свои коррективы. Забрали все-таки сейва. Но это цена трех байбэков. Но можно продолжать. Есть еще один минус от Юл Нита. Найтфолу больно. Но у Найтфола есть и Гида. Плюс ГПК также еще жив. И Торонто Токио. Минус еще по норму. И просто тыпал. Нам нет. Молоток улететь не дает. Нашли. Нашли Баунти Хантера. Ну, помните, Хантера здесь явно не отпустят. Хотя, вот, все-таки должны его догнать. Да, ГПК делает фраг. Моментальный байбэк от БХ. Он понимает, что здесь, как бы, любая смерть. Это просто доход в сторону. Прыжок отличный. На Супримы наседают. Очень больно Найтфолу. А Найтфолу вот так вот и Гиду потерял. Притом, что Барак даже сломать не получилось. Получает стан. Пробивать его, конечно, пытается. Но не получается. Сразу накидывается Doom. ГПК просто в центре файта. Ноль урона. Никто не может ничего сделать. Торонто Токио. Влетает немного криво. Моментальный бай на Свене. Юлнит только сейчас нажимает ультимейт. А там под шумок, ну, практически упал последний барак. Шмется Глиф. Мега-крипов вы, конечно, не даете сделать. Но Юлнит продолжает нападение. ГПК вторым темпом Юлнит. Но его слишком сильно пробивает Найтфол. Ну, и там ГПК просто в тыл прыгает. Цепляет в первую очередь Зевса. Троих лишаются Маус. И лишаются... ...возможности выйти в сетку 2-1. Они терпят поражение. Но АББ мы поздравляем. Это была очень легкая, очень такая... Субтитры создавал DimaTorzok